Город мостов, дождей и студентов. Сама, кстати, училась в Твери. Но не сильно опустевшие улицы, отсутствие пробок, люди в масках. Здравствуйте. 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 Полки продуктовых магазинов буквально завалены гречкой в золотой имбирь. Стоимостью 10 тысяч рублей за килограмм. Карантин в Тверской области существенно отличается от карантин в Московской. Ну, может быть, в первую очередь потому, что число заболевших коронавирусом в 6 раз меньше. Редакция Сон-ТВ по-прежнему в самоизоляции. Мы продолжаем для вас работать. Собираем самую достоверную информацию от своих знакомых, коллег и друзей из других городов и регионов. Сегодня выйдем на связь с человеком, с которым мы так всегда на связи. Это наш видеооператор Олег Макаров из Твери. Я с ним занимаюсь. Я не скучаю. Думаю, вообще, мне даже понравится. У тебя нет уже такого ощущения, что все, блин, не могу больше в четырех стенах, хочу на работу? Нет, ну, дело в том, что я не нахожусь в четырех стенах. У нас в Тверской области нет таких жестких мер карантинных, как в Московской области. Разрешено выходить на улицу, пожалуйста, никто не запрещает. Шарты санкций за выход на улицу нет. Росгвардии? Нет. Полицейские, ну, как в обычном режиме их видно, все. То есть это какие-то специальные, говорю, патрулирования такие. Слушай, ну, может быть, потому, что в Тверской области, вот сейчас, да, смотрела ТИА новости, ну, ваше информагентство, там в шесть раз меньше заболевших, чем в Московской. Шесть человек у вас сегодня, кстати, 3 апреля зарегистрировали еще один случай. Шесть человек за все время заболевших, три из которых выздоровевшие. Уже выздоровевшие, да? До недавнего было времени всего три человека, два из которых было выздорово. Это за весь период, за весь период коронавирусной инфекции. Было всего лишь три официальных случая. Ну, вот был четвертый случай, там какую-то частную клинику привели. Человека с подозрением на коронавирус еще не подтверждено, что это коронавирус. Просто поднялась температура. Это для вас нарисовано. Вы вот здесь стоите. Есть ажиотаж на маске, который у вас нет пока. Ажиотаж на спиртовые растворы, ажиотаж на форвексидин, которого также пока что нет. Я у вас тут прочитала про золотой имбирь. Типа 5 килограммов за 50 тысяч рублей в магазине, в одном из магазинов частных, как я поняла, не сетевиков. Хозяин магазина установил такую цену. Я об этом не слышал. Я подразумеваю, что это есть на самом деле. Я ничего не могу сказать. Просто в сетевых магазинах на имбирь цена тоже возросла. Тоже возросла, и она стала в разы дороже, чем был. Вот цену точно я не помню, но что-то около 700 рублей за килограмм. Ну, а вы покупаете себе имбирь или противописки какие-то? Нет, не покупаем. Вот именно в этот период не покупаем. Как не могут наши люди, да и вообще, в принципе, люди, наверное, сообразить, что иммунную систему надо, надо ее укреплять не тогда, когда клюнуло уже, что-то случилось, а тогда, когда это необходимо всегда делать. То есть, если вы сейчас накупаете имбирь и кучу лимона в ведрами, да, и вдруг будете резко пить имбирь и заедая все лимонами, у вас иммунитет не повысится. Ну, я говорю, это все равно, что делать укол адреналина уже остывшему человеку в сердце сейчас умеет. Ну, правда. Совершенно верно, да. Как у тебя дети учатся дистанционно? Как они привыкли? Сейчас они находятся на каникулах. А, сейчас каникулы. Да, но будут они учиться, конечно, дистанционно, потому что это уже всем объявили. У меня супруга, педагог, ей уже тоже объявили, что она тоже будет подавать свой предмет дистанционно. То есть, она будет из дома выключаться, да, выходить тоже в этот? Совершенно верно, да. В видеосвязи? Ну, если не сметят все платформы, да, понимают, что трафик сейчас резко увеличится, и платформы начнут лететь, и это все понимают, даже учителя это прекрасно понимают, и поэтому они уже создают группы во всех соцсетях, кому удобно вайдер, кому удобно ватсапе, да, свои классы собирают группами. И если не получится вдруг видеосвязь, как они говорят, то, по крайней мере, будут письменно отдавать задания, и потом же они письменно будут отчитываться, кто. Но это уже на усмотрение, так сказать, родителей, кто вот, очень много недопонимания сейчас, где же родители происходят, они говорят, кто за этим будет следить? Кто за этим должен следить? Родители за этим должны следить, естественно, если дети дома находят, кто за этим должен следить? Ну, не будешь там дядя ходить какой-то и смотреть, а у ребенка сейчас сидят дома в школе, нахуй, или он сидит и играет на компьютере, но они тоже делают минуты, родители должны делать. У нас пока нету ЧАЭС, нету кабинетского часа, у нас сейчас РУГЕО нет, а пока нет таких мер, как в Москве. И поэтому, собственно, выходить никому не запрещено, это дело просто дело на самореализацию. Хочешь выходить, выходить не хочешь, ну, никуда. Пока так. Я не знаю, что дальше будет, будет ли вспышка какая-то там, я бы сильно коррюсь, возможно, если она будет, естественно, будут приняты меры, но пока этого нет. Ну, а как ты сам думаешь, когда все это дело закончится-то? Ну, мне хочется, я не медик, не... Нет, просто мне нет, вот, ну... Хочется думать, хочется думать, что все это резко вдруг закончится, когда потеплеет, да, и там в апреле, в мае... Вирус перестанет быть активным, ты имеешь в виду. Очень сильный иммунитет у человека оставляется, когда человек находится в нервозном состоянии, там, или в каком-то там, таком вот стрессовом состоянии. Чем лучше у тебя настроение, тем меньше возможно тебя запалить. Я тоже слышала такую информацию от врачей, я и Олег ездили на съемки в туберкулезное отделение, где больные с открытой формой, и даже там, не везде нам рекомендовали надевать маски и специальные халаты. Поэтому что-то в этом есть, на самом деле. Все зависит от нашего с вами внутреннего состояния, наше внешнее, физическое. Поэтому давайте прислушаемся, наверное, все-таки к тому, что говорят врачи. И позитивное настроение, наше с вами духовное состояние, оно однозначно победит всю депрессуху, которая нас с вами окружает. На этом все. С вами были Марья Новицкая и Олег Макаров. Будьте здоровы!